Передовые технологии, быстроходный транспорт, средства связи. Казалось бы, с таким надежным багажом профессия путешественника потеряла свою романтику и не оставила исследователям поле для риска. Однако это только верхушка айсберга. И в 21 веке на планете есть труднодоступные места, где бывали лишь единицы, и которые, кажется, только и ждут новых открытий. Арктика, например. Ну это как поехать куда-то в космос. Поэтому неудивительно, что премию Русского географического общества за освоение этих территорий вручали именно космонавты. Буквально несколько дней назад были подведены итоги национальной премии Русского географического общества по различным номинациям. Всего их было порядка семи. Это и экспедиции, и исследования, и различная литература, и медийные проекты. И вот в номинации экспедиции путешествия первое место заняло проект «Плавучий университет». Помимо арктического, этой премию достоился и дальневосточный плавучий университет, который начал свою деятельность годом позднее. Премия РГО – своеобразный Оскар для путешественников и географов, в памяти которым теперь будет храниться и в САФУ. До него плавучие университеты организовывались за границей. Это были единственные акции. То есть они организовывались и потом уже не возобновлялись. Арктический плавучий университет – это система, которая на протяжении уже нескольких лет пропагандирует идеи изучения Арктики, освоения морей и богатства России. Сегодня Арктический плавучий университет – один из ключевых проектов Архангельского центра РГО, который 12 декабря отметил свое 70-летие. Отпраздновали, как и полагается, исследователям научной конференции, на которой подвели итоги работы 70-летий и рассказали о последних исследованиях. И снова наметили векторы дальнейшего развития, в которых путь к новым открытиям и достижениям будут прокладывать через просветительскую работу. Надо работать на таком уровне, который позволяет популяризировать географию, любовь к родному краю, краеведение, история, археология среди населения.